привет мои хорошие с вами селена и сегодня мы будем декорировать стену мою сзади вот это вот не будем трогать здесь также останется кирпичик а будем декорировать сзади у меня здесь ткань какая ткань в общем расскажу вам итак расскажу вам для начала что я хотела сделать какая идея мне пришла идея пришла сделать мягкую стену и мне очень нравится декорированные стены такие которые знаете там шахматном порядке так вот расставленные прибиты гвоздики ну или какие-то большие пуговицы но я подумала о гвоздиках в общем что для этого нужно было для этого нужно было взять поролон я взяла поролон сейчас покажу какой потом гвоздики со шляпками которые я возможно потом покрашу и я сначала думала ткань взять это будет на самом деле намного бюджетнее белую ткань но так как у меня малыш и он может что-нибудь испачкать чуть можно брызгнуть или еще что-нибудь и также пыль собирается и чтобы это можно было протирать в общем я взяла кожу кожзаменитель было два вида один был более глянцевый так как у меня видите свет не надо чтоб не отсвечивала сзади мне пришлось взять кожу чуть подороже метр на полтора который стоит ну 700 с чем-то рублей короче я взяла 220 метра на полторы тысячи рублей вот сзади сейчас повесила просто чтобы чтобы она пока висела сейчас покажу вам поролон которая взяла поролон я взяла вот такой здесь 30 миллиметров то есть три сантиметра хотя не кажется здесь что здесь на самом деле короче было написано 30 миллиметров я такой взяла там были еще 10 20 50 мне кажется конечно красивее будет стена смотреться чем толще тем лучше поролон но так как цена там валировалась я вот знаете как вот золотую середину искала какую-то мне кажется 30 нормально будет и по цене ноут более-менее ну вот два метра вот такой рулон метр на два такой огромный рулон как раз мне вот так станет сюда сзади я взяла 500 520 рублей что ли я взяла таких два еще на вот эту хотела стену но кожа оказалась очень дорогая кожи я взяла только на вот декор вот этого так что мне еще один в такой рулон и посмотрим куда его применю точно куда-нибудь применим все и сейчас мы начнем делать не знаю что получится конечно вначале показала что получится но сейчас я совершенно не знаю что получится и когда я начала там что-то где-то пробовать мне казака показалось что не так просто кажется как как кажется в общем оставайтесь со мной если вам интересно как это все было в общем для начала я хочу вот это вот свою кожу повесить ровненько вот как она будет и прибить ее гвоздиком я не буду использовать клей потому что не хочу я хочу чтобы потом можно было это легко снять и передекорировать в другую квартиру например или в другое место или просто надоест мне сниму поэтому сейчас мы видите неровно она висит вот как-то криво сейчас я это повешу ровненько и начнем декор в общем я решила что сначала надо прибить вот такими тоненькими гвоздиками сам поролон к стенке и прибивать не до конца чтобы не было вмятин я сейчас прибила буквально на 4 раз два три четыре верхних гвоздика все держится сейчас немного отодвину, наверное, кровать, чтобы было удобнее работать. Вот этот угол я сделала встык, потому что здесь будет видно все. А там у меня шкаф, и за шкаф я могу все лишнее некрасиво убрать. Тоненькими гвоздиками не до конца прибила поролон. Хорошо держится, потому что он легенький. Дальше я взяла и тоненькими гвоздиками тоже на 4 гвоздика вверху. Я прибила, чтобы было вот ровненько там у меня по стене, прибила эту ткань и повесила ее вот так вот уже за кровать, то есть с лихвой там у меня. По бокам оставила немного кожи, потому что с одной стороны я это спрячу за шкаф, а с другой стороны я это заверну как-нибудь аккуратненько там, чтобы не было видно. Вот. Сейчас получается, что мне осталось только расчертить, как я буду вбивать эти гвоздики со шляпкой. Расчертить как-то ровненько. И начать вбивать. В общем, разметила, тут не видно, но разметила через каждые 34 сантиметра. Я хочу достаточно крупные сделать такие подушки. Вбивая, в общем, первый гвоздь я сделала только одну вот линию, которая начинается здесь, да, и потом будет в шахматном порядке. Но я хочу прибить, посмотреть, что вообще будет. вот ты. Вот ты. Симпатичненько. Симпатичненько. Сейчас покажу. Мой первый гвоздь вбит, и он смотрится вот так вот. Кстати, очень интересно. Может, даже я еще крупнее подушки сделаю. Что-то интересное. Сейчас, в общем, вобью через каждые 34 сантиметра. В общем, крошки мои. Получилось у меня... Я думаю, что это было бы красиво, если бы не один момент. У меня очень-очень плохие стены в доме. Безумно плохие. И здесь есть только такие железки, которые проходят, вот каркасные, что ли, в которые можно вбить что-то конкретными гвоздями. Например, у меня на кухне полка висит, да. Вот здесь тоже там прибито. Вот этот вот шкаф. А в основном у меня стены просто из какого-то реально... Не буду назвать это слово. И даже обычный гвоздик, который мы вбиваем, я его потом могу легко вытащить руками. То есть мне не нужны плоскогубцы или еще что-то, чтобы вытащить гвоздь. И это большая проблема. У кого такие же, как и у меня, стены, вообще вот этот способ не подходит. Кое-какие, в кое-каких местах гвоздик со шляпкой задержался. В остальных местах он просто выпадает, и все. И, конечно, меня это очень расстроило, удручило. У меня уже болит спина. Маленький сигарет. И очень-очень сложно, в общем-то, все это делать. Но в целом вы видите, да, как красиво получается. Я сейчас покажу вам еще поближе. И какой выход у меня из этой ситуации будет? Выход будет такой. Мне нужно будет найти какое-то дерево. То есть, деревянную панель. Можно целую, можно не целую, наверное. И которая, наверное, будет приклеиваться. Все-таки. Все-таки будет приклеиваться. Либо она хотя бы будет держаться на двух каких-то жестких гвоздях. Вот так вот, да? То есть, по этим местам, если они здесь на этой стене есть. По каркасам. Жилет. И, ну, во всяком случае, можно как-то прикрепить панель четырьмя шурупами, как следует, да? Найти твердые места. Чем вот, понимаете, каждый удар вот этот зависит, каждая красота зависит от гвоздика. Но не все они далеко садятся. Вот, как видите, вот здесь у меня выпадал постоянно гвоздик. Ой, и вот внизу еще. Ну, вот что-то вот такое получится. Сама идея очень классная, красивая. И мне вот даже нравится. Вот я сижу сейчас, мне очень нравится. В общем, прощаться пока не буду. Я буду искать эту панель, потому что я хочу все довести до ума, чтобы было красиво. Либо другие какие-то выходы. Пока все это дело легла, и думаю, как же, как же можно закрепить. Еще мало эти гвоздики вытаскивают, поэтому они должны очень-очень крепко быть сделаны. Поэтому все, не прощаюсь. Продолжение следует. Крошки мои, день, следующий. Привет. Я сейчас уже привезли мне фанеру, я ее начинаю прикрепляться. Вспоминаю, что я для вас же видео снимала. В общем, я ничего не хочу клеить, у меня все на маленьких гвоздиках. И эта фанера, она, во-первых, не тяжелая, то есть гвоздиками, она прекрасно крепится к стене, даже песочная. То есть, если там гвоздики вот так по периметру побольше вбить, то она будет хорошо держаться. Потому что веса на ней никакого нету, поэтому, в принципе, все нормально. Мама снимает, успешает. Все, помещал. Все, я прибила. Так как у меня песочная стена, я уже знаю, что есть моменты какие-то, где может держаться гвоздик, а есть нет. Чтобы наверняка было, я сделала просто много гвоздиков, вот так по периметру. Все прекрасно держится. Вот. Сейчас мы сверху будем укладывать наш поролон, и там у меня уже все правильно закреплено, даже отметины уже есть отмечены. И вот на вот этой вот ДВП, как я понимаю, правильно называется, на ней поролон будет хорошо держаться и закрепится, даже если он там не будет хорошо держаться в спине. То есть, у нас будут красивые такие вот вмятины за счет того, что у нас здесь ДВП. Я надеюсь. Поэтому посмотрим. Все. Почему я не сняла нижнюю часть? Потому что у меня все приклеено. То есть, если мы делаем это на маленькие гвоздики, мы в любой момент, если нам все это надоело, мы можем снять эти гвоздики, снять все, и вернется моя стена, та, которая была. Но и так же ее еще не так-то просто снять, потому что она была приклеена на такой хороший клей, и, возможно, как бы даже там уже и некрасиво под ней, да, нужно будет делать их вот. Но мало ли мне стена пригодится еще, поэтому я ее оставила, все делаю на гвоздики. И вообще я не люблю, честно говоря, эти клеи и так далее. Я люблю все делать на гвоздиках, а маленькие гвоздики, они как бы нормально. Все, теперь берем поролон наш. Теперь мы опускаем нашу кожу. То есть, я закрепила сейчас поролон, опускаем нашу кожу. И снова по тем же меткам я закрепляю наши гвоздики с этой шляпкой. И теперь везде прочно должно все входить. Посмотрим. Ситуация улучшилась, но не во всех местах. Поэтому сейчас я все сделаю, и тогда покажу вам итог и скажу, что я думаю об этом. В общем, новый фон готов. Единственное, есть моменты, которые там чуток надо доделать. Может быть, куда-то что-то еще прилепить. Но мне надо доделать еще кое-какие дела. В принципе, в целом, все готово. Вот. Вот фон сзади, да? Вот в середине, смотрите. То есть кончики я там еще обработаю, кое-что сделаю. Но это все со временем. В общем, вот так я делала. Еще прикол в чем. Вот у меня это песочная стена, и мне пришлось использовать два вида гвоздиков. Сейчас покажу, какие. Есть просто шляпка, но шляпки почему-то бывают, вываливаются. И мне пришлось сначала вставлять обычный гвоздик, вот такой вот просто обычный, знаете, которыми фанерку сзади шкафов прибивают. И оно уже держалось, как бы делало вот эту вот вмятину. И после этого, да, я вбивала вот такие вот для красоты. Можно оставить их вот такими железненькими, мне нравится. Можно их закрасить лаком для ногтей, белым. И тоже будет симпатично. В общем, все. Мы для вас старались, и вы в новых видео увидите новый фон. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока. Если понравилась моя идея, ставьте лайк. Будут вопросы, пишите в инстаграме. Я с вами прощаюсь. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok